Добрый вечер, в эфире Вести Магнитогорск, в студии Полина Атеева. Коротко о главных темах выпуска. Быть может, они надеются на новогоднее чудо. Предприниматели не спешат снимать незаконные баннеры и тянут с демонтажом до последнего. Необходимо ужесточение закона и увеличение штрафов за установку незаконных рекламных конструкций. Новая метла по-новому заметет. В Магнитогорске состоялась презентация дорожной техники, которая будет не только чистить, но и экономить. Я не думаю, что у нас сейчас стоит задача увеличивать количество техники. Сегодня стоит задача грамотно ее содержать. Рождественский концерт в стенах картины галереи. В канун светлого праздника горожанам подарят свое искусство солисты театра оперы и балета. Не хотят сами заставить суд. В Магнитогорске продолжается борьба с незаконными рекламными конструкциями. С начала года было демонтировано 450 вывесок. Какой штраф грозит тем, кому не писан закон о рекламе, выяснила Мария Дронина. Каждый день у плотников более десятка адресов с незаконными рекламными конструкциями. Предприниматели, что называется, тянут до последнего и порой снимают вывески ночью, накануне визита сотрудников администрации. Например, владельцам этого магазина предписание было выдано еще полгода назад, а огромный баннер демонтировали только вчера. Магазину «Гутентак» предписание администрации города было выдано в июне месяце 2016 года. Индивидуальный предприниматель был не согласен с законностью, предписание обжаловало его в суде. Арбитражный суд Челябинской области признал предписание законным, то есть признал конструкцию рекламой. Предписание выдается не торговой сети, а конкретному магазину, поэтому избавиться от нативного оформления всех точек разом администрация не может. Судебный час бы длятся месяцами, а на месте снятых рекламных баннеров часто появляются новые, той же фирмы и также незаконные. И штраф в полторы тысячи рублей владельцев мало пугает. Необходимо ужесточение закона и увеличение штрафов за установку незаконных рекламных конструкций и их эксплуатацию. Если будет штраф увеличен на порядок, то многие предприниматели задумываются, стоит ли устанавливать это и чем это может для них обернуться. Пока же это привело к тому, что главные проспекты города превратились в одну большую ярмарку. Что рекламы портят фасады домов, это однозначно. В то же время, вот я рекламу подразделяю на две, так сказать, части. Действительно есть очень нужные, потому что вот вдруг увидишь, а оказывается это то, что ты искал. Но есть такие совершенно. Я считаю, что нужно. Почему? Потому что все-таки, как было построено, красиво были, особенно в старых районах у нас, в Ленинском районе, я считаю, что нужно сохранить. Смотря какие рекламы вообще, в принципе, ну они тут могут быть какие-то лишние, ненужные рекламы. Я считаю, если что-то рекламировать, то это должно соответствовать чему-либо. Полезная реклама должна быть. Размещать полезную рекламу можно только с согласием администрации города, но предприниматели предпочитают действовать самостоятельно. В этом году выдано 450 предписаний по демонтажу незаконных конструкций, а в городе их тысячи. И пока очистить фасады может только суд. Мария Дронина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Десятки новых тракторов, погрузчиков, комбинированных дорожных машин стоимостью 123 миллиона рублей сегодня показали журналистам. Автомобили еще не выходили на улицы города, но уже продемонстрировали свои возможности. КамАЗы выстроили по линейке на кабине каждого надписи «Искусство ухоженных дорог». На 26 новых машин пополнился парк дорожной техники. Они комбинированы и могут убирать снег, посыпать дороги, чистить и мыть проезжую часть. И даже ограждение остановочных комплексов. Переоборудование среднего на зимний вариант и наоборот займет всего лишь полтора часа. Это специализированная дробилка. Не секрет, что после обрезки деревьев ветки сгружали в кузов навалом. И 15-тонная машина везла всего лишь 2-3 тонны. Остальной воздух. Больше такого не будет. Новая техника – это самая современная. Вот сейчас мы посмотрели, нам продемонстрировали в действии. Это действительно на сегодня самая производительная техника. Поэтому я полагаю, что наша одна новая единица будет менять старых две. На балансе предприятий десятки машин, которым по 30 лет. Расход горючего за смену у них составляет 400-500 литров. Новая техника позволит сэкономить на самой затратной части – топливе. По расчетам ДСУ машины окупятся в течение пяти лет. Контракт на пять лет. Кстати, это первый контракт в России. Сумма контракта составляет 239 миллионов. Тело лизинга – 123 миллиона. То есть стоимость техники. Сейчас предприятие, вооруженное новой техникой, будет способно за короткое время очистить от снега весь город. Валерия Дантес, Андрей Подольский, Дмитрий Титов. Вести. Магнитогорск. Суровая уральская снегурочка. В Каслях внучка Деда Мороза шокировала жителей. Накануне там открылся ледовый городок. По традиции, главное место в нем заняли Дед Мороз и Снегурочка. Но, по мнению каслинцев, фигура и макияж героини больше напоминает известного эстрадного персонажа Верку Сердючку и только пугает детей. А житель деревни Ларина смастерил на своем участке огромного петуха. Инженер-механик по образованию Николай Захаров увлекся снежным искусством 20 лет назад. Герой сказок – теремок, серебряная копытца, лиса и заяц. Со временем Николай Александрович решил разнообразить снежное портфолио и начал выращивать символы года. Год змеи был. И вырезал я здесь же кобру. Большая кобра, роста где-то 2,5 метра. Тоже смотрелось хорошо, красиво. В общем-то, ребятишкам нравилось. Чтобы яркая птица – символ 2017-го ожила, потребовалось более полутонны снега, гуашь и теплая вода. Автор скульптуры надеется, огромный петух простоит до самой весны. Своими ледовыми городками довольны и магнитогорцы. Новая елка, установленная у городских курантов, радует глаз, а ледяные фигуры достойны выставочных залов. Почти 500 тонн ледяной глыбы было смонтировано на площади, а художники превратили их в скульптуры. Последние штрихи наносили уже когда торжество было в разгаре. Холод и пронизывающий ветер не мешали веселью. Бригада артистов во главе с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом Нового года красным петухом меняли друг друга через каждые 30-40 минут. Главные участники праздника, конечно же, дети. Горку все мы набежаем! Раз в году под Новый год! Ружине, ребята! Кто водил хоровод у елки, а кто опробовал новую горку? Самые лучшие люди живут на нашей российской земле. Все ждали кульминации праздника, когда загорится елка. Говорят, что она самая красивая и высокая на всем Южном Урале. Откомили до макушки более 23 метров. И вот новогоднее дерево расцветилось огнями. Праздник нам очень понравился. Очень весело, задорно. Были конкурсы. Три подарка ребенок, да? Сколько выиграла? Три подарка! Три подарка! Хоть прохладно, конечно, но очень понравился. Теперь ледяной городок полностью распоряжение детворы. По традиции в Новый год на площадь народных гуляний придут тысячи магнитогорцев. Мария Друина, Андрей Подольский, Антон Грабарев. Вести Магнитогорск. Где больше не растут деревья и кто представит Южный Урал на матче звезд КХЛ, расскажу далее. Южный Урал может стать экспериментальной площадкой для экологических новаций. Такое предложение выдвинул губернатор области Борис Дубровский. Ключевые направления – зеленая экономика, новая система утилизации бытовых отходов и квоты для предприятий на предельно допустимые выбросы. Тем временем в Магнитогорске обнаружили незаконную вырубку – вязы, клёны, тополя, 33 дерева и все под корень. Ущерб посчитали сотрудники природоохранной прокуратуры, составил 760 тысяч рублей. Воспуждено уголовное дело. Подростки и взрослые под градусом, возможно, останутся без пиротехники. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Если депутаты его одобрят, будут применяться штрафные санкции. До 3000 рублей заплатят покупатели. Наказание для юридических лиц – максимум 300 тысяч. В матче звезд КХЛ примут участие шесть южноуральцев. Товарищеский матч лидеров Востока и Запада состоится в конце января в Уфе. Участников определяли представители КХЛ, болельщики и журналисты. Из «Металлурга» были выбраны Данис Зарипов, Ян Коварш, Сергей Мазякин и Крис Ли. А трактор представят Павел Француз и Кирилл Кольцов. Роскошный подарок подготовили артисты Театра оперы и балета своим зрителям. В канун светлого праздника музыканты организуют рождественский концерт. В программе только сказочные произведения. На репетиции побывала Юлия Черешнева. Нежная и трогательная ария «Снегурочки» из оперы «Римского Корсакова» – одна из любимых у певицы. Наталье Булдышевой удивительным образом удается создать пленительный, грациозный и наивный образ прекрасной, но холодной девушки. Совсем другое настроение Наталья будет создавать, исполняя еще одно красивейшее произведение – романс «Лебедь». Это очень такой легкий персонаж, который должен создать легкость, какую-то игривость, наивность. Девочка, которая вот постоянно хочет жизни, 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 теплоты, так как она снегурочка, ей постоянно хочется тепла. А во второй арие это более плавный такой распевный романс, в котором в большей степени идет лиризма. Сказку своим зрителям артисты театра дарят уже второй год подряд. Прозвучат арии из опер на сказочные сюжеты. Например? Например, «Снегурочка» всем известная. А еще? А еще будет сказка о царе Султане. А еще будет сказка опера Петра Ильича Чайковского «Черевички». Концерт состоится 6 января в картинной галерее. Новогодняя погода порадует магнитогорцев. Если верить синоптикам, на рубеже 2016 и 2017 годов температура будет по-зимнему комфортной и праздник не омрачится никакими природными катаклизмами. В новогоднюю ночь ожидается 12 градусов ниже нуля. Неприятности могут доставить разве что снегопады, о которых уже предупредил муниципальный власть и коммунальщиков. Губернатор Борис Дубровский распорядился проводить уборку улично-дорожной сети без скидки на праздники. О погоде на ближайшие сутки через несколько секунд. А я с вами прощаюсь. Доброго вам вечера. Новогодняя погода без осадков. Ночью от 7 до 9 градусов мороза. Днем минус 6, минус 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова